Пока мы с вами проходили игру, Айюми вела дневник. Давайте же его почитаем. Начало. В своих путешествиях я, как охотник за сокровищами, видела немало странных и удивительных вещей. Однако недавно в одной лавке я обнаружила совершенно невероятную вещь. Магический артефакт. Неожиданно комнату заполнили порождение тьмы, и мне пришлось сражаться с ними. Ну и победить, конечно. Вот таким образом я заполучила эту таинственную карту. Карта. Следуя древней карте, я смогла пробраться в древний храм. В нем я рассчитываю найти могущественный артефакт или хотя бы какую-нибудь побрякушку, которую всегда можно продать. Как и во всех своих путешествиях, я отправилась на поиски одна. Артефакт тьмы. Пройдя всего лишь через несколько комнат, я попала в помещение самого храма. Однако артефакт охранялся светлым. Но я уже решила для себя, я украду артефакт любой ценой. Первое проявление проклятия. Во мне начала просыпаться тьма. Видя это, светлый сотворил заклинание, которое перенесло меня подальше от него. Сон. Упав без сил в храме светлого, я потеряла сознание. Мне казалось, что из рук появляется темная слизь. Она разрослась, заполняя все вокруг и вскоре поглотила и меня. Проснувшись, я поняла, что светлый отправил меня на какой-то остров. Ловушка. Отдыхая от трудных боев, я беспечно прогуливалась по руинам. Зайдя в одну из башен, я оказалась в ловушке. Все выходы были перекрыты, а из пола появлялись острые стержни. И я поняла, что мне не выбраться. Спасение из ловушки. Но помощь пришла неожиданно. Хилый на вид парень по имени Джей справился с решеткой за миг до того, как стержни должны были проткнуть меня. В разговоре с Джеем я узнала, что он ищет мощный артефакт магии света. Возможно, этот артефакт сможет помочь и мне. Встреча с Темным. Я попала в тот зал в самое подходящее время. Бой между Джеем и Темным уже шел. Я поняла, что именно он подстроил ловушку, в которую я угодила. Вместе с Джеем мы приняли бой. Объектство Темного. Темный пропускал ударут за ударом. Он не хотел рисковать и решил отступить. Джей жаждал одержать окончательную победу и устремился за Темным. Темный храм. Добравшись до Храма Темного, я нашла там раненого Джея, почти лишенного сил. Сам Темный торжествовал. Его сила сама вернулась к нему, упускаясь человеком в виде сосуда. Так что теперь оставалось лишь убить меня и забрать могущество тьмы. Перенос проклятия. Но желанием Темного не суждено было сбыться. Я вновь одержала верх над ним. Путь к артефакту Света был открыт. И я дотронулась до него и снова потеряла сознание. Очнувшись, я готова была праздновать победу, но Джея упрекнул меня за бездумный поступок. Ведь после того, как сила тьмы покинула меня, ей потребовалось новое тело. Этим телом и стал Джей. Снова Темный. Казалось, что силы Темного безграничны и неисчерпаемы, но я уже два раза побеждала его. А почему бы не сделать это и в третий раз? Появление Одержимого. Темный так ослаб, что атака Одержимого Джея застала его врасплох. Забрав у Темного жизнь, Одержимый получил всю его силу. Но перед ним еще один враг. Я. Бегство Одержимого. Сломив Одержимого, я попыталась достучаться до Джея, Светлого Мага Джея. Но тьма уже полностью контролировала его. Перед финальной битвой. На всем острове остались лишь двое. Одержимый Джей и я. Финальная битва станет экзаменом для меня. Хорошо ли я подготовлена для схватки с тьмой? Верен ли был выбор судьбы, павший на меня? Плохая концовка. Нанеся решающий удар по Одержимому, я победила его. В пылу битвы я уже забыла, что добрая частичка этого монстра когда-то спасла мне жизнь. И хорошая концовка. Я знала, что Джей сыграет в моей судьбе одну из первых ролей. Во время финальной битвы я ни секунду не забывала о том, что частичка настоящего Джея еще живет в Одержимом. Свет пришел мне на помощь. Сама магия подхватила нас обоих и изгнала тьму из Джея. И все вмиг закончилось. Теперь мы вместе.